во имя отца и сына и святого духа аминь проповедь из книги лапкина игнатий тихонович открытым оком том 8 пророк михей господь бог эта фраза встречается 1596 раз священном писании так говорит господь бог 409 раз эти четыре слова постоянно звучали у одного человека очень любимого мною у пророка михея в каждой нашей книге открытым оком предисловие об этом говорится и сегодня памяти его я бы промолчал да и нельзя поэтому что хотел бы я быть похожим на него когда я первый раз читал евангелие первые в жизни 27 сентября 1962 года вот что попал мне на глаза больше всего сразу и ударила евангелие от иоанна 8 глава 44 стих ваш отец дьявол и вы хотите исполнять похоти отца вашего он был человеку убийца от начала и не устоял в истине его нет в нем истины когда говорит ложь когда говорит он ложь говорит свое ибо он лжец и отец лжи я дошел до этой фразы прочитал и она меня мгновенно ударила она запомнилась большой такой стих если бы это можно было сказать о коммунистах которых я не любил я бы к ним с легкостью если слова отнес но нет это сказано единственному богоизбранному народу евреям эти слова которые не требуют пересмотра это уже конечный результат никакой апелляции бог не приемлет ваш отец дьявол да мы 1600 лет от моисея до христа закон исполняли специально раввинские школы наблюдали чтобы какие буквы не утерять у какого пророка что написано было четыре больших пророка исайя иеремия языкиль и даниил и двенадцать малых не потому что они малы но книги написаны ими небольшие по объему они в библии есть все многие пророки начата начинают словами так говорит господь бог вот почему мы верим библии за ней авторитет бога это слово как бы принявшие окончательно уже форму для нас застывшую мы имеем права не добавить не убавить второзаконие 4 глава 2 стих не прибавляйте к тому что я заповедую вам и не убавляйте от того соблюдайте заповеди господа бога вашего которые я вам сегодня заповедую премудрый соломон изрекает тысячи притчей а сохранилось их совсем мало 3 царств 4 глава 32 стих и изрек он три тысячи притчей и и песней его было тысяча и пять притча 30 глава 6 стих не прибавляй к словам его чтобы он не обличил тебя и ты не оказался лжецом добавишь к слову божьему и ты лжец а господь говорит ваш отец дьявол ибо он лжец и отец лжи заканчивается библия словами откровение 21 глава 8 стих боязливых же и неверных и скверных и убийц и любодеев и чародеев и идол служителей и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серую это смерть вторая что эти слова три этих местописания патриарх не может соединить у них висит на цепочке значки видели это значение кандидатская степень какая-то богословские труды вот как у человека ромбик закончил высшее образование но чтобы эти слова библейские запомнить ничего не надо не надо иметь только нужность в сердце страх перед богом и господь обвинил этих любителей мелочности и говорит евангелие от и она 5 глава 44 стих как может как вы можете веровать когда друг от друга принимаете славу а славы которые от единого бога не ищите от единого бога надо искать ответ нынешнее чтение евангельское все как раз подтверждает то есть непрерывно возглашает жив бог а зачем ты михей говоришь это ты думаешь что он живой он вечный бог безначальный живой означает бог не изменен вот что это означает евреям 13 глава 8 стих иисус христос вчера и сегодня его веки тот же бог не говорит я вчера сказал а сегодня забыл ты царь и ради тебя я подправлю свое слово а раз ты патриарх я кое-что устраню и поэтому ты можешь все не исполнять а только то что тебе выгодным кажется раз ты патриарх тебе можно не поститься православные патриархи посты нарушают разрешают семинаристам рыбу в великий пост есть это сейчас настоящий момент так но бог написано не не лицеприятен бог не смотрит на лицо человека и он ни перед кем не дает отчет 1 царств 16 глава 7 стих но господь сказал самуилу не смотри на вид его и на высоту роста его я отринул его я смотрю не так как смотрит человек ибо человек смотрит на лице а господь смотрит на сердце я говорю что жив этот бог значит он спросит также как вчера ибо так было написано в библии я говорю и свидетельствую этим когда человек говорит что жив бог что мои слова точно по его слову как он сказал бог будет взыскивать но он с меня ничего не может взыскать почему потому что я верный свидетель и абсолютно точно передал эти слова жив бог это как сегодня говорят ей богу христианам не положено говорить ей богу это клятва и призвание бога в свидетели у пророка михея была очень большая конфронтация с другими чем я его выделяю мой любимый из всех пророков иеремия а михея я ничего не знаю но только одну фразу его беру ему все время поперек становились люди и говорили скажи как все говорят ты видишь уже соединение готовится уже все там соединилась патриарх с митрополитом зарубежным ну скажи только одно слово что одинаково было все мы же заединение за единство сколько же воевать можно гражданская закончилась давайте наконец закончим эту вражду конфронтацию будет у нас все едино при том все подсчеты показывают что это объединение назрело что и рейтинг президента и рейтинг страны нужно поднимать когда израиль разделился при сыне соломона рвами на израильское царство и на иудейское они постоянно враждовали но иногда цари сходились между собой и вот однажды сходятся два царя вместе и говорят вы знаете что раму город который от нас когда-то отошел он ведь нам принадлежит этот город грозный наш он был в царской россии его завоевал еще ермолов пойдешь со мной нормал на раму он говорит как ты так и я как твои солдаты так и мои а давай спросим пророком что им открыто и вот собираются не один и не два сотни пар торгов тогдашних и они начинают говорить военный совет подтверждает победа неименуема за вами что там сирийцы им не устоять у нас войска новое поколение пришло академию закончили все подсчитали а эти говорят и божественной страны справедливо город был наш нам бог отдал землю царь спрашивает здесь все пророки есть кто-нибудь еще у меня есть один я его не люблю а почему да он обо мне хорошего не говорит царь не сказал что правду о нем не говорит почему ты царь не сказал что ты хорошего слова не заслужил михей все время недоволен михей все время не хорошие слова говорит ему лишь бы ругаться царь говорит не говори так пошли за ним вот ты увидишь придет ничего про меня не скажет хорошего и посылает посыльного тоже патриотичного настроенного человека имя его неизвестно и бежит он со всех ног прибегает а тут уже все знает ему бог открыл и говорит нихей все пророки до единого говорят вот так и ты скажи также победа понимаешь но сколько можно в рабстве наши братья там жили теперь город отошел от нас надо восстановить федерацию в прежних границах советский союз скажи как все он говорит 3 царств 22 глава 14 15 стихи и сказал михей жив господь я из реку то что скажет мне господь и пришел к царю царь сказал ему михей идти ли нам на войну на рамов глазки или нет и и сказал тот ему иди будет успех господь предаст его в руку царя он ждал что михей против скажет ему но он ответил будет победа ты все сказал нет не все видел я этот народ рассеянный у него нет пастыря и говорит это царю который является главным пастырем страны как президенту прийти сейчас и сказать иди и победа будет объединившиеся тебе не помогут а у страны ведь все равно пастыря никакого нет я вижу овцы по всем холмам рассеялись всякие американские харизматические секты расхищают овец страны я же говорил что михей обо мне доброго не говорит жив господь бог с фронта не вернешься царь израильский ахав говорит заключите его когда военную кампанию закончу я с тобой разберусь как ты посмел мне такие слова царю говорить 3 царств 22 глава 27 28 стихи и скажите так говорит царь посадите этого в темницу и кормите его с скудно хлебом и скудно водою доколе я не возвращусь в мире и сказал михей если возвратишься в мире то не господь говорил через меня и сказал слушай весь народ не следует смущаться когда без указания местописания приводится речь хотя бы и прямая это не возбраняется потому что не противоречат писанию этим методом рассуждения и прямой речью из воображения пользовались святые отцы так все получилось и дальше слово случайно еще до битвы царь дрогнул он говорит ты царь иосафат помогаешь мне я переоденусь а ты не переодевайся потому что главное я войну начинаю потому там может быть на меня все силы будут брошены я переоденусь рядовым солдатам буду сирийский царь дал указание чтобы ни с кем не воевать все силы бросить только на царя израильского достать его и убить сегодня же бросились за иосафатом в бою но увидели что это совсем даже не ахав а кто-то переодетый тот закричал господи помоги впереди всегда царь шел и что в этот момент случается случайно он наклоняется случайно воин солдат враждебной армии натягивает лук стреляет и между швами лад попадает стрела и она его ранит и говорит я ранен и к вечеру ахав умирает и псы будут лизать его кровь жив господь бог предсказавший это задолго до дня сего вот чего не хватает сегодня церкви православной почему не сверились со словом божьим когда принимали христианство на руси все ли у нас по слову божьему на первом ли месте стоит господь бог почему византия не ставила этот вопрос почему на первое место ставили слова человека грешного они бога всесвятого трудно ли было открыть библию библию бог сказал мое слово при том не добавить не убавить законченная форма в корочке заключенная все ни одной буквы не добавить не убавить господь оценил так вечное слово свое евангелие от матфея 24 глава 35 стих небо и земля придут но слова мои не придут евангелие от луки 16 глава 17 стих но скорее небо и земля придут нежели одна черта из закона пропадет это сказано было только о библии очень хорошо и всегда и навсегда это запомните не прибавляя к словам его да да нет нет остальное от лукавого то есть вы все лгать будете если что-то будете добавлять к словам и его вы значит что мы все от лукавого говорим кирилл иерусалимский имел мужество сказать передаю не дословно а смысл если слова мои не сходится с библией не верьте и мне если бы сегодня заставить всех священников так говорить ох как многие рты не раскрыли бы потому что народ не знает что сверять люди библию абсолютно не знают проверять можно когда ты знаешь а во вторых самому надо совершенно точно по слову божьему говорить чтобы не напороться на великую неприятность иначе люди начнут твои слова сверять с библией и увидят что ты все-все городишь от своего толстого чрева и косноязычия вот если бы каждый у нас на дороге смотрел за нарушителями строго знал правила движения стоп нарушил то у нас на дороге этих аварий не было бы самолеты не падали машины не бились при хорошей погоде а друг друга если бы мы все правильно поступали так как написано в слове божьем то всех бы сектантов парализовали в городе сейчас они бы не они бы а мы наполнили дома культуры и везде со словом божьим в руках говорили бы точно по слову божьему от имени господа саваофа как православный пойдет в дома культуры и по квартирам звать людей на свои занятия если почти не один на всю россию ничего не знает мирянин не ведает как входить в обитованную землю моисей не вошел в уже видневшуюся за иорданом вожделенную землю почему же он не вошел он был боговидец его называют моисей боговидец второзакония 34 глава 10 стих и не было более у израиля пророка такого как моисей которого господь знал лицом к лицу но однажды когда господь сказал ему числа 20 глава 8 12 стихи возьми жезл и собери общество ты и арон брат твой и скажите в глазах их скалья и она даст из себя воду и так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его и взял моисей жезл от лица господа как он повелел ему и собрали моисей арон народ к скале и сказал он им послушайте непокорные разве нам из этой скалы извести для вас воду и поднял моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды и потекло много воды и пила общество и скот его и сказал господь моисею арону за то что вы не поверили мне чтобы явить святость мою перед очами сынов израилевых не войдете вы не ведете вы народа сего в землю которую я даю ему бог говорит не войдешь в обитованную землю 40 лет он ожидал когда войдет два с половиной слова не так были сказаны и ты не войдешь так как не по моему слову сказал вот что такое точная передача слова почему никогда в проповедях сколько бы не читали церковные газеты нет ни слова об этом есть газеты по 20 страниц но там красуется местной архиереи род душей со своим жезлом палочкой не наблюдает сам на себя не налюбуется этим в этих епархиальных мурзилках вы никогда не найдете даже намека на то чтобы любили слово бога живого колокола им надо колокола бог посылает проповедовать одним человеческим языком а мы язык сделаем в колоколе который бьет языком колокольни и сейчас вы знаете какого проповедника отлили на санкт-петербургском особым заводе вроде бы отлили колокол больше царя колокола 72 тонны вагон полный груженный 60 тонн 72 тонны глупостей безразмерных и диких ширина этой гигантомания без духовный 45 метра и высота четыре с половиной метра рекорд и гиннеса церкви начала ставить а колокол говорит о проповеди о сборе на молитву первое било говорят монахом и монахом придумали что пора собираться на молитву больше здесь ничего и нет для чего это патриарху нужно даже в ворота сергиеву лавру сразу не могли затащить завозили с утра до вечера особый кран привезли 140 тонн поднимает когда моисей сдал свои полномочия иисусу на вину пошел умирать на гору неба где моисей и остался за нарушение одного слова второзакония 34 глава 1 4 стихи и вошел моисей сравнин моавицких на гору него на вершину фазги что против иерихона и показал ему господь всю землю и сказал ему господь вот земля который я клялся в раму исааку якову говоря семье твоему дам неё я дал тебе увидеть ее глазами твои твоими но в нее ты не войдешь не вошел не за удар жезлом скалу о котором бог ничего ему не говорит но именно за слова произнесенные устами псалом 105 стих 33 ибо они огорчили дух его и он погрешил устами своими смотри иисус нигде не нарушай слова жив господь бог что скажет то и говори народу иисус навин вводит народ и дает им наилучший наказ на все последующие века иисус навин 1 глава 8 стих ты не отходит сия книга закона от уст твоих но поучайся в ней день и ночь дабы в точности исполнить все что в ней написано тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно библия заканчивается этими словами откровение 22 глава 18 19 стихи я также свидетельствую всякому слышавшему слышащему слова пророчество книги сей если кто приложит что к ним на того наложит бог язвы о которых написано в книги сей если кто отнимет что от слов книги пророчества сего у того отнимет бог участие в книге жизни в святом граде и в том что написано в книге сей кто прибавит к библии хотя бы букву то впереди ждет расплата язвы армагеддон спит проказа рак все наложи на себя на язык а если кто отнимет то участие в книге жизни от нему прочитайте еще раз пророк михей он что не женатый был почему он детей не родил говорят от тебя умного какие вы дети были раз ты сам умный но бог дал духовных детей они во все века восстают против общего мнения перед которыми всегда авторитетом один бог я ничего не вижу его зациклило заклинило на этих словах он день и ночь повторяет что скажет мне мой бог а во мне не бог говорит сопротивники ему говорят михей открывает завесу будущих событий и что служит прелюдии к этому авиатажу 3 царств 22 глава 23 стих и вот теперь попустил господь духа лживого в уста всех сих пророков твоих но господь изрек о тебе недоброе подходит седеки сын хинаны я видел как господь сказал победа будет ты ничего не видел я видел 3 царство 22 глава 19 22 стих и сказал михей не так не я а выслушай слово господне я видел господа сидящего на престоле своем и все воинство небесное стояла при нем по правую и по левую руку его и сказал господь кто склонил бы ахава чтобы он пошел и пал в раме гладском и один говорит так другой говорит иначе и выступил один дух стал перед лицом господа и сказал я склоняю его и сказал ему господь чем он сказал я выйду и сделаю с духом муж живым в устах всех пророков его господь сказал ты склонишь его и выполнишь это пойди и сделай так я войду в рот этим пророком всем этим священником всем епископом всем президентом и они будут говорить все одинаково уже пророк сидеки разозлился и ударил говорящего истину пророк михея 3 царств 22 глава 24 25 стих и подошел сидеки сын хананы и ударив михея по щеке сказал как неужели от меня отошел дух господь чтобы говорить в тебе не сказал михей вот ты увидишь это в тот день когда будешь бегать из одной комнаты в другую чтобы укрыться когда будешь бегать пятый угол искать так и случилось что этот коварный шестерочный дух лжи в устах их вошел это только один человек знал и если бы жизнь людей была продолжительностью 2000 лет то и тогда этот пророк остался бы может в единственном числе и его допрашивали бы укоризненную сукоризненную великой за кого ты себя выдаешь да эти монашеские уставы нам дали великие превеликие святые но прикиньте умом своим и взором на кого были примером похоже паисий великий василий великий антоний великий макарий египетский и некий великий на кого из живых людей которые нас окружают с кем бы мы где-то встречались если ни одного по внешности не можем сообразовать и совместить с теми богатырским великим значит у нас ничего в главах нет кроме эфирный виртуальные мифологической фантазии мы скрыли реальность за книжными листами и за воображением не человеческой святости который никто из людей не обладал когда смотришь фильм моисей то в начале бунтует воображение что не того артиста избрали но вот снова пересматриваешь так он получает первое откровение от бога как переносит нападки как переживает за первую рубиловку когда нужно было прекратить смуту при золотом тельце то думаешь очень уж удачно избрали исполнителя роли моисея он же был подобен нам похожий на нас даже илья пророк это же не был гигант 6 метров каланча борода как у барабаса он был подвижный спортивный решительный а такие люди в газе в годину испытаний находятся всегда среди нас потом обрастая легендами они становятся божествами которым и не подступить иакова 5 глава 17 стих или я был человек подобный нам и молитвой молился чтобы не было дождя и не было дождя на землю три года и шесть месяцев при мудрости сломона 14 глава 16 стих потом утвердившийся временем этот нечестивый обычай соблюдаем был как закон и не по повелениям властителей изваяние почитаемо было как божество и погиб царь погибают уже пророки и никого нигде нет а имя михея мы отмечаем сегодня 18 января по новому стилю 2004 года его огненные слова дошли до нас но у нас в россии были ли такие люди которые прямо говорили жив мой господь бог я скажу что почти не было господь сказал евангелие от марка 16 глава 15 стих и сказал им идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари в россии первые впервые мы встречаем трудящегося по-апостольски стефана пермского он изучает язык зырян и идет туда и проповедует и обращает их ко христу его ставит у них епископом у нас на алтае благословенный человек был макарий изучал язык алтайцев проповедовал им и строил храмы первым делом чтобы привлечь их пошел в уборщики у них в юртах вы метать лечить их начал надо искать доступ к людям это слово божие что скажет мне господь господь сегодня каждому говорит идите по всему миру я для чего вам дал языки говорят бессловесная скотина а человек словесная тварь нас бессловесной скотиной сделали не где-то в церкви почему мы не идем не проповедуем не говорим если 12 человек заквасили весь мир златоуст говорит то насколько худым и если город еще не верующий в варнауле у нас такая община и многие в городе еще даже не слышали об этом эти люди о монастырях не помышляли хотя монастырями была покрыта россия этот человек потом он будет называться иннокентий вениаминов просветитель северных народов и он глаз божий слышат и он идет изучает разные языки на эти языки переводит евангелие стал северных народов просветитель потом его сделают митрополитом московским а затем канонизирует чего нам не хватает сегодняшний день что сказать что скажет господь бог то я и скажу и для этого слушайте библию начитанную слушайте и слова свои проверяйте писанием и когда разговариваете не спорьте никогда сразу остановись и скажи сестра а что скажет господь в житиях святых встречается такой человек исааки дал маски санкт-петербурге есть большой собор исааки вский это в честь его он вот таким же путем шоу как пророк михей в то время воцарился в греции царь валент еретик православных посажали по тюрьмам исааки тоже любил монастырские уединенные жития но тут понял нет сколько ни сиди бог вытряхнет оттуда и он вышел к царю а царь пошел на войну и он говорит царь была бы победа у тебя над болгарами если бы ты открыл открыл храмы про православный пустил православных священников епископов выпустил бы их иначе ты не вернешься вот точно как михей сказал ахаву царь задумался но у него рядом было два советника которые говорят ты не слушайся старик дурной совсем оттолкнули его он оббегает этот лес с той стороны опять напротив царя стоит царь говорит второй или третий тот самый тот же самый царь не ходи на войну ты не вернешься открой тюрьмы открой слово божьему ход вера православная это единственная вера на земле которая спасает людей что ты делаешь царь куда ты уклоняешься царю надоело какой дерзкий человек и бросает его в болото он должен был утонуть а он лежит говорится как на постели как на мягком матрасе он вылез и не стал прятаться убегать но опять для всех сделался всем у него не было другой цели как стать соучастником евангелия как сейчас читали он для евангелия смирился и коня схватил за узды и говорит царю царь последний раз говорю царь рассердился арестуйте его это сколько можно на хал какой посадите его я вернусь и разберусь пророк не вернешься тебе не вернуться с фронта так и получилось проповедника посадили а потом подходит и говорят ну что исакий дождался там ваши войска победу ожидали вот теперь царь придет он говорит уже несколько дней назад слышал запах жженых костей нашего императора он уже сгорел его нет в самом деле там было поражение в один сарай заскочил царь где солома была враги его настигли подожгли и царь злыми теми своими советниками сгорел и так жив мой господь бог он повелевает мне сегодня сказать каждой душе что это объединение хотя бы они объединились вместе эти цари этот дух лживый вошел в их уста жив мой господь бог который говорит ищите лица моего о боге в этом объединении ни одного выступления не было ни разу я считаю выступление сейчас как собирались в америке не в присутствии иконы коренной их одигитрии хранительницы а в присутствии бога и святой библии молились бы и познали бы что говорит им бог посмотрим нужно ли объединение с нечестивыми исаи 57 глава 21 стих нет мира нечестивым говорит бог мой какой мир с нечестивыми у верного с неверным сирахова 13 глава 22 стих какой мир у гиены собакую и какой мир у богатого с бедным мы должны искать единение только с богом и с людьми которые стремятся поступать по слову божия так ты же один остался вы знаете иоанн креститель один остался думаю что к иоанну крестители ученики приходили и сказали ирод злобится за иродиану из тебя выходит больше того ты бы не говорил мы знаем его арестовали он дальше продолжал говорить голову отрубили но он оказался верен богу он не умолчал он не угощал духа божия в себе если сегодня нас бог побуждает это первое чувство от бога если ты встал утром у тебя недомогание но ты не подумай про себя храм сегодня можно не сходить мы получили письмо из потеряевки они пишут что в семь часов вечера каждый день молится за нашего брата павла подсоединитесь все за это и за своих детей неверующих и сегодняшнего дня сегодняшнего дня заключим союз семь часов вечера так говорит господь бог позаботьтесь о ближних своих прострите руки к богу за них постучите этим колоколом на батным у тебя есть сын неверующий у тебя дочь сегодня еще блуждает в мире у тебя муж гуйствует в семь часов вечера запомните эти цифру жив мой господь бог он призывает сегодня живой бог почему сектанты говорят у нас бог живой а в православии мертвый а нас мнение такое что мы мертвяшки мы доскам кланяемся так мы сумели о себе перед всем миром заявить показать а мы должна сказать у нас бог живой вера православная она жива это источник родник неиссякаемый почему говорит пророка иеремия смотря на людей которые забыли слово божие иеремия 2 глава 13 стих ибо два зла сделал народ мой меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые которые не могут держать воды говорит я аборты делала воровала два зла только только два всего два меня слово мою библию оставили и второе зло высекли себе разбитые водоемы пробитые кастрюли проржавевшие фляги которые не будут держать воды избрали себе таких учителей идут за ними какие бы они не были святые нужно их проверять по слову божьему проверяйте мы никому не должны доверяться потому что наша душа одна единственная а я пойду за кем-то смотрите за кем идете проверяйте себя слово господа живы и действенно и вот это слово воплотилась на землю в лице иисуса христа это слово явилась на иордан и и этот день будет называться богоявлением михей оставляет нам какие слова жив господь я изреку то что скажет мне господь аминь